Всем добрый день, приветствую, где мы с вами находимся? Компания Империя Монолит, ведущая цифровая биржа. Чем занимается компания? Цифровая площадка, объединяющая в себе все строительные компании, застройщики, поставщики, клиенты. Самое главное и ценное в этой жизни. Первое – это здоровье. Бизнесмены-олигархи в нашей стране осознали, что здоровый образ жизни и саморазвитие – это способствует успеху и бизнесу. Материальное благополучие, семейное благосостояние и комплексная безопасность. Потому что как только человек в этой жизни становится успешным, у него появляются деньги, у него появляется, соответственно, сила, власть, он здоровый, успешный, и у него есть семья, всегда находятся люди, которые захотят отнять это. Ну, так вот, одна из составляющих успеха людей – это интеллект, и всем миром правит эта идея и мысль. Вначале было слово, слово было у Бога, и слово было у Бога. Что сие послание древних означает? Слово, принесение мысли. Если касаемо, когда мы берем времена, когда все создавалось, и что было первое слово, слово было у Бога, тогда это, наверное, действие, то есть какие-то происходили действия. То есть Господь сказал, в первую очередь, слово – это звук, а звук – это вибрация, звуковая волна. Слово еще несет информацию. Слово – это энергия, это звуковая энергия, энергия звуковой волны. Я хочу рассматривать с позиции квантовой физики, что Бог – это высший разум, это абсолют, это сверхсознание, послание древних, своего рода некий шифр. Можно перевести так. Вначале была энергия, энергия была у разума, и разум был энергией. Истина, она где-то рядом. В действительности, она все по-другому, чем на самом деле. Есть такое выражение. В этой жизни очень важно научиться работать с первоисточником. Откуда к нам пришло вот это выражение? Это Ветхий Завет, который был переведен изначально на греческий язык. И затем Кирилл и Мефодий донесли текст данного послания на греческом языке. В оригинале написано «Вначале был логос, логос был у Бога, и логос был Бог». Так вот, логос – это не только слово. Это многофункциональное выражение, которое включает в себя слово, мысль и законопорядок. Так вот, все-таки на самом деле перевод не совсем верное слово. И более верно вначале была мысль, потому что всем миром правят мысли и правят идеи. И вначале у человека появляется мысль, затем на основе мышления формируется сознание, и язык выражения – это уже слово. Мысль – это та же самая энергия, только это динамическая энергия. Представляемая комплексная система развития интеллектуальных возможностей, она включает в себя память, мышление, концентрацию и воображение, а также развитие интеллекта и эрудиции. Что такое интеллект и что такое эрудиция? Своими словами кто скажет? Чем отличается интеллект, что такое эрудиция, что такое интеллект? Чем отличается эрудиция от интеллекта? Интеллект – это какая-то тоже, также внутренняя энергия, внутреннее понимание мира. Хорошо. Вот эрудиция – это просто объем информации, это некий файл, который находится, допустим, на компьютере. Это сбор определенной информации, это ходячая энциклопедия, например, как Вассерман. Человек запоминает информацию и потом эту информацию воспроизводит. И вот самое главное отличие интеллекта от эрудиции, вот есть просто люди эрудиция, ходячая энциклопедия, он может там какими-то цифрами там сыпать, данными, да. Но интеллект – это умение, в первую очередь, это мышление, это умение работать с информацией, умение составлять цепочки, да. И ввести интеллект, он разный подразумевается, есть интеллект, творческий интеллект, интеллект математический, там одних только интеллектов очень много. Но самое главное, и вот французский философ Мишель Монтенни, он в свое время сказал такую фразу, что хорошо устроенный мозг лучше, чем мозг просто наполненный. Можно вбить в компьютер и в наш мозг много информации, а в один миг в наш мозг входит от 1 миллиона до 11 миллионов бит-информации. Но только 40-80 информации усваивается. Остальное попадает на подсознание. И вот смысл всех спецметодик, направленных на развитие памяти. А какие виды памяти бывают? Первое – это мгновенная память. Ее по-другому называют еще иконическая память. Это образ. Это некая эдетическая память. Вот, например, Гитлер обладал эдетической памятью, да. Он мог ночью прочитать какой-то словарь, да, или там мгновенная память, эдетическая память, и же иконическая память. Это образ. Он буквально 0,1 секунда. Вот он промелькнул, вот какой-то образ, да, птица пролетела, да. Но если есть какое-то негативное событие, то есть, как правило, оно окладывается в наших головах. Вторая память – это кратковременная память. Эта память уже порядка, там, нескольких секунд и в течение, там, нескольких минут. Это, возможно, там, при разговоре кто-то сказал какой-то номер телефона или еще что-то. Но наша память устроена таким образом, что мы можем запомнить только 7 цифр, 6-7 цифр. И поэтому при занятии любым видом деятельности, да, когда ты сделал 6-7 повторений, очень важно переключиться, потому что наше сознание уже перестает контролировать. Третья память – это оперативная память. Это память, которая в ходе проведения каких-то операций, может быть, банковских часов, может быть, при работе с клиентом. То есть это та память, которая, может быть, от нескольких секунд до нескольких дней удерживается. То есть, ну, это как бы выборочная некая память, которая необходима на определенном промежутке. Но вся эта информация, она по-любому хранится в нашем с вами подсознании. Четвертая память – это долговременная память. Это память практически на века, да, и я помню чудное мгновение передо мной и лысты, да, как мимолетное видение. Когда-то мы заучили какое-то стихотворение или что-то уже перешло на глубокий уровень. А память, она бывает как зрительная память, визуальная, зрительная память, слуховая память, отязательная, обонятельная, двигательная. То есть память, она в отличие от того, что мозг есть белое, есть серое вещество, которое отвечает за создание нейронных связей, нейроны. И белое вещество. Белое вещество – это как раз направлено на взаимодействие нейронами, да. И вот память, она присуща, относится ко всем зонам коры головного мозга. Самое последнее – это память, генетическая память, или же родовая память. То есть на генном уровне говорим про интуицию, шестое чувство. Многие даже не могут объяснить, что это такое. На самом деле, в экстремальной ситуации, допустим, между жизнью и смертью, информация, которую мы когда-либо слышали, может быть, один раз в свою жизнь, может быть, в детстве, она просто-напросто вылезает из нашего подсознания. И вот задача, в принципе, всех методик развития интеллекта, развития интуиции, да, психофизические развития, они сводятся к чему? Они сводятся к подключению ресурсов подсознания. Вот информация хранится на компьютере, на ноутбуке, на диске. Но если здесь у нас ничего не структурировано, мы не знаем, как достать, где найти эту информацию. И вот идея какая? Чтобы запомнить информацию, допустим, выучить иностранный язык, запомнить своих клиентов, запомнить другое, задача какая? Нужно научиться переводить из мгновенной памяти в коротковременную, оперативную и долговременную. То есть система называется ЧСВГД, или же ЧАС выгоды по мнемотехнике, что запомнить. Читаю, слышу, вижу, говорю, делаю. Первое, у нас должен быть образ, раз. То есть первое, второе, мы должны прочитать, мы должны это проговорить слух, мы должны создать образ, видеть это, да, мы должны подключить наши с вами руки, особенно правая рука, она связана у человека с симметрией головного мозга, правая рука отвечает за левое аналитическое полушарие, и особенно указательный и большой палец. Если мы подключаем как бы руки, то это еще быстрее вызывается, и запахи. И запах лимона увеличивает на 20-25%. И если мы потом эту информацию, которую запомнили, мы повторили через 6 часов, и затем через несколько дней, через неделю, то мы перенесли эту информацию в долговременную память. И вот в этой жизни очень важно, первое, научиться, то есть развить память.